Доброй ночи. Попытаюсь опять говорить в прямом эфире. Кто-то портит мою трансляцию. Сейчас 4.29 ночи или утро. Кому как нравится. Я уже записала одно видео. Я еще не загрузила, но не на проверке. Но о апостолах я уже сказала. Если зададут вопрос, сколько вообще апостолов, то число 12 будет неправильно. А если зададут вопрос, сколько апостолов Иисуса, то будет 12. Читаю откровение. Увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Прекрасно. Моря уже нет. Беда от моря. Люди не будут тонуть. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим. Новый, сходящий от Бога с неба. Приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сесть, скинье Бога с человеками. Он будет обитать с ними. Они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. Скинье с человеком». И отрёт Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Смерти уже не будет. Не потому, что не будет тела. Почему? То есть мы будем вечны. Мы будем в теле. Но не так, как некоторые учат. Бог научит нас жить, чтобы не умирать. Но когда это будет? Вот вопрос. Сейчас мы этого не наблюдаем, правда? Но написано, что не все умрём, но все изменимся. И ещё есть очень важное слово. Очень важное, я считаю. Что мы не успеем предупредить умерших. О чём предупредить не успеем умерших? Они могли бы жить. Наши родные могли бы жить. Даже во время коронавируса. Что мешает нам жить? Непослушание. Мы видим оболочку материальную. Мы думаем, что это наша жизнь. Оказывается, нет. Продолевать нужно жизнь нашему духу. А как это делать? Кто об этом знает и кто об этом говорит? А никто не говорит практически. Потому что те священники, которые проповедят Слово Божье, они о чём говорят? О вечной жизни загробной. И всё. Вот они ходят и говорят им, Боже, забери эту женщину к своему престолу. Молятся же так священники во время того, как женщина умирает на кровати. Молятся. Они не собираются воскрешать меня. Вообще. Ну, не буду лукавить. Я пыталась воскресить мою маму, но у меня не было веры. Даже племянница меня поддержала в молитве. Почему? Не знаю. Ну, веря в то, что Бог даст ей новое тело. А может, потому что ей нужно было выполнить свою функцию в загробной жизни. Да. Так вот. Смерти не будет когда? Это вопрос. И сказал сидящий на престоле, все творю всё новое. И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинные и верные. И сказал мне, совершилось. Я есть альфа и омега. Начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует всё. Я буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных. Неверных. И скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и дослужителей, и всех лжецов с участь в озере горящим огнём и серым. Это смерть вторая. И пришёл ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Акца. И вознёс меня в духе на великую и высокую гору. И показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати апостолов Акца. Акца. Двенадцать апостолов Акца. Кто они? Иуда. Есть там вопрос? Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Можете зачитать. Это двадцать первая глава откровений. Так все-таки сколько было апостолов? Давайте посмотрим. Дело в том, что интересно произошло. Для меня откровение, что Бог не любит число тринадцать. Для него это ассоциация с каким-то злом, который произошел во Вселенной, с чем связано грехопадение. И поэтому это число такое проклятое и поэтому... Столько бед этого числа иногда бывает. Смотрите, когда Иисус возносился на небо, Он сказал, что ожидайте, апостол сказал, не уходите, ожидайте Его в Иерусалиме. И вот они собрались. Возвратились в Иерусалим с горы, называемый Илеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Что такое субботний путь? Это тот путь, который разрешался человеку пройти. То есть не нагружаются ноги, суставы большими расстояниями. Но как раз гора Илеон находилась от Иерусалима. На том расстоянии, которое было разрешено проходить в день покоя, в шаббат, в субботу. Да, это важно. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Марфоломей и Матфей, Иаков Алфею и Симон Зилот. И Иуда, брат Иакова. Здесь 11 человек описаны. 11, потому что Иуда наложил на себя руки. Вот. Здесь три пары братьев. Петр. Только они почему-то не списаны по паре. Почему-то Петр и Иакова вместе взяты в паре. Иоанн и Андрей. На самом деле братьями являются Петр и Андрей, Иаков и Иоанн. И ещё вроде братьями являются Иаков Алфеев и Симон Зилот. Вот. А вот ещё Иуда, брат Иакова. Тут непонятно, о ком Иаков идет речь. Но интересно то, что Иисус, когда уходил, Он же знал, Он же 40 дней был с учениками. И Он мог бы сам выбрать какого-то апостола, правильно? Вместо Иуды. Уже тогда назначили какого-то апостола, чтобы был 12. Но этого не совершилось. И вот ученики, когда они собрались, они решили, что Пётр сказал, было за собрание человек около 120 мужей, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрёк Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрёл землю неправедную мздою. И когда незринулся, растилось шрево его, и выпали все внутренности его. Вопрос. Почему предательство Иисуса Христа так интересно формулируется? Приобрёл землю неправедную мздою. Получается, что он получил 30 серебряных и когда он понял, что Иисус всё-таки был распят, значит он рассчитывал, что Иисус уйдёт от преследования, что он будет жить. Всё-таки Иуда предавал его со счётом того, что он умеет творить чудеса. Вы понимаете? В чем смысл? Это искушение Богом было. То есть получается, что люди верующие иногда, надеясь на чудо, могут совершить предательство. Понимаете? Об этом надо всегда помнить. И поэтому Иисус говорит, что не будет никаких чудес, кроме одного чуда. Как и он пророк пребывал в очеве Кита три дня и три ночи, так Иисус будет в очеве земли. Понимаете? Это одно чудо, которое осталось у нас. Воскрешение Иисуса Христа, о котором описывает Слово Божие. Воскрешение Иисуса Христа. Люди сейчас ждут чудес. На самом деле, Бог уже каждому дал задание. Понимаете? И врачам тоже. Я, конечно, ну вот я сейчас жалею, что я учила о том, что я не против вакцинации. Я не против вакцинации. Я не имею права учить о том, чтобы не проводить вакцинации. Потому что люди должны жить. Единственное, что если у кого-то есть противопоказания, то нужно учитывать, что есть возможность 20% быть не вакцинированными. Для общества это не будет критично. Вот это я понимаю. Поэтому должна быть мудрость, а не так, как у нас сейчас уже принимают решение, какие-то категории, какие-то профессии полностью вакцинировать. Это безумие. Это неправильно. Организм наш умеет бороться даже с этой инфекцией. Правильно. Должно быть некритичное количество инфекций, которые попадают в наш организм. Его можно остановить тем же самым полосканием. Можно убрать часть инфекции, которая попала в горло. Вот мне тоже пару дней першит. Я не знаю, что будет дальше. Вот. Но я, конечно, бодствую молюсь. Да. Так вот, и он приобрел землю неправедным вздою. И когда не сдвинулся, расселилось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. Ну что произошло? Почему земля? Потому что когда Иуда понял, что Иисус уже умер, и он, оказывается, косвенно убийца... Ну я еще раз повторяю. Это было то, короче, чудо. Он пришел, говорит, я убил кровь невинную и бросил эти тридцать серебряника и вернул этим первосвященникам. Понимаете? Он не использовал для себя эти деньги. Вот. И пошел удавился. Вот, когда мы говорим о самоубийстве. Поэтому я говорю, люди, обращайтесь к Богу, молитесь, потому что можно натворить таких делов, что потом будет стыдно. Бодствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение. Это важно для каждого. Пребывать в слове, учить истину. Принимайте Иисуса Господа в свое сердце, которое может изменить ваши мысли, ваше сознание. Дело в том, что первосвященники сказали, что это цена души убитой, и мы не можем его положить в хранилище, хранить его, где они там хранят эти деньги. И они покупают на нее землю. Вот почему это земля. Да. Приведена была земля неправедным вздой. Так интересно. Сформулирован. Да. Для захоронения. Да. Землю горшачника купили для того, чтобы хоронить кого-то. Нищих или кто-то бездомных. Это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же Псалмова написано, да будет двор его пуст, да не будет живущего в нем достоинства его допримет другой. Вот достоинство принял другой. Кто принял достоинство Иуды? Я думаю, что апостолы, наверное, поспешили, когда они бросили жребий. Я так понимаю. Вот они вот принимают решение, и так надо было, чтобы один из тех, которые находились с нами во все времена, когда пребывал и обращался с нами и Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемые Барсавы, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцевидесь всех, покажи из них, из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий всего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфея. И он сопричислен к одиннадцатим апостолам. Ну, дело в том, что проводится параллель между апостолами, вот в откровении, и между двенадцатими коленами Израиля. Между прочим, между прочим, я хочу сказать, что Иаков благословил тоже четырнадцать человек, на самом деле. Не двенадцать своих сыновей, а четырнадцать. Если быть внимателем, то он благословляет двух сыновей Ефрема. Двух сыновей, ну да. Двух, ну внуков своих еще благословляет. Кроме двенадцати сыновей, он благословляет еще двух своих внуков. Вот. И дальше. Кто же был? Ну, вы все прекрасно знаете. Кто стал все-таки апостолом следующим? Бог призывает Павла. Каким образом? Павел был парисеем. Он, наоборот, занимался тем, что участвовал в гонениях на христиан. Он наблюдал, он был юношей, он наблюдал, как убивали христиан. Даже способствовал каким-то образом этому. И тут Бог его ослепил. И он в страхе Божьем начинает верить в Иисуса Христа, потому что он сказал, явился ему Господь и сказал, трудно тебе идти против рожного. Вот. И вот в Галатам очень хорошо описывается, как Павел сам о себе говорит. Да. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя три года ходил в Иерусалим и виделся с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же апостола я не видел, кроме никого, кроме Иакова, брата Господня. Вот брат Господний Иаков. А это не тот Иаков, который написал всё-таки послание. Это не тот Иаков. Это другой Иаков. Тот Иаков это брат Иоанна Зеведеева. А это брат Господа. Это уже получается, если отнять Иуду, так это четырнадцатый апостол, получается, Иаков. Павел уже получается тринадцатый, между прочим. Ну или четырнадцатый. Так видите, как Бог сделал. Интересно. Но я же не прочитала перед этим... Где? Перед этим. Вы слышали о моём прежнем образе жизни в её действии, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал её. Я преуспевал её действия более многих сверстников в роде моём, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Отеческие предания говорили о том, что Иисус не воскрес, а что Его украли ученики. Понимаете? Это же первосвященники заплатили охране деньги и они врали. И вот это отеческие предания. То есть Павел был молодым, получается, ещё. Юношей, наверное. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей, призвавший благодатью свои, благоволил открыть во мне Сына Своего? Такая история. То есть получается и колен и Израиля тоже как бы не двенадцать, а Бог ещё благословит ещё два колена в честь сыновей Ефрема. И получается, я хочу сказать, что у Бога всё предначертано. И Он, наверное, знает, как человек устроен и как он строит планы, вот как он спешит. Спешит, наверное, спешит. Он уже готовил Павла как двенадцатого апостола, но люди уже выбрали апостола. Получилось ещё и почему-то, ну и видно, надо было так, чтобы брат родной Господа тоже был апостолом. Сумма их получается пятнадцать. Из них один предатель Иуда. Вот. Я могу сказать, что, конечно, Бог, наверное, тоже здесь сделал... Ну, в общем, я верю, что реинкарнация и что вот эти все сыновья Иакова это и есть двенадцать апостолов. Это моё такое мнение. Можем... Да. Ну вот Иосиф. Сын Иосиф, любимый сын, это сыновья Архиле, любимой жены. Иосиф Вениамин. Так у Иосифа было два внука. Ефрем. Два сына внука Иакова. Получается, Ефрем и Вениамин. А, нет, извините. Вениамин это сын младший. Самый младший сын Вениамин. Это два сына Архиле, любимой жены Иосифа и Вениамин. Вот. Ну, в общем, второго сына я пока не вспомнила. Получается, что почему-то Бог положил на сердце Иакову благословить двух сыновей Ефрема. Двух сыновей Иосифа, Ефрема и Манасия вроде. Да, вроде Манасия. Вот так. Вот так получается, если считать двенадцать сыновей у Иакова, то вот эти еще два внука, это еще два. Получается четырнадцать. Вот. Таким образом совпадает количество. Бог, наверное, показывает что-то не случайно. Я верю в инкарнации. Я так понимаю, что если проводится параллель в откровении между этими апостолами и между двенадцать колен Израиля, вот, которые якобы на воротах написаны имена двенадцати колен Израиля. Двенадцати. Почему-то двенадцать иметь. Вот. Ну, вот так все запутано немножечко. Бога. Не знаю. Но мы, конечно, анализируем и делаем выводы. Будьте благословенны. Т. Продолжение следует...